Как сказать, Якутия это самый большой регион и получается и территории огромные. Ну, как сказать, что бизнеса охотничьего у нас нет. Разве что можно назвать то, что у нас от пользователей продают лицензии и все. Практически у нас самая основная масса охот-пользователей это частники, юридические лица и только 1% это общественная организация охотников и рыболовов. Ну и сказать, что у нас охотничье хозяйство, что они такие развитые, это ничего не говорить, потому что практически все находятся на зачаточном положении. А чтобы вести бизнес, чтобы этот охотничий туризм работал, у нас из-за того, что очень большие территории и климатические такие условия и все это дорого, поэтому практически у нас логистики и инфраструктуры отсутствуют. Разве что у нас один только это на трофей снежного барана. Но вот посчитайте, что у нас сейчас лета, вертолеты это 350 тысяч. А чтобы добраться до этого места, это какие затраты надо понести? Это в город, да? Во-первых, а дальше еще и на машинах это огромные затраты, поэтому практически выхлопа нет и как такого бизнеса нет. Ну и у нас в основном упор делается на регулирование численности волка, потому как больше заинтересантов, заинтересантов больше, так как там деньги платятся. Также у нас очень огромное количество медведей, которые у нас нападают и на людей, и на домашний скот, очень много. Ну и хотелось бы, чтобы посмотрели на тот пак, чтобы убрать госпошлину на медведя, потому что никто сейчас эти лимиты не берет. Мало сейчас охотников, медвежатников. Также у нас и лисы, и песцы очень много. И я думаю, что надо вот этот вариант, надо рассмотреть, чтобы регулировать численности медведей и лис. Потому что в скором будущем мы можем столкнуться с эпизотией, с бешенством. Они же переносчики. Ну а как выживали у нас охотники и охотпользователи, это только на добыче соболя было. Но сейчас, сами понимаете, санкции, поэтому уже сейчас уйдет на перекос, на добычу мяса лося и косули. То есть они, возможно, в скором будущем и их могут изглубить. Ну и что хотелось бы сказать, конечно, у нас есть антропогенные и природного характера пресс на кабарбу. Весь лес, можно сказать, есть такие места, что у нас одни петли. Ну и далее и проблема с бродячими собаками. Они очень немалый урон приносят госохотфонду. Также мы уже много лет уже работаем. Ну у нас очень хорошо работаем и с законодательством, с аксобранием и исполнительным органом. Поэтому в поддержку общества охотников мы практически только возрождаемся в районах общества охотников. И получается, что мы на сегодняшний день несколько этих приняли законопроектов. У нас электронная жеребьевка. Это один из статей закона об охоте по республике. То есть там у нас мы нынче дополнение внесли, и приняли законодательство, что из всего лимита квоты 30% лимитов передается тем, кто биотехнию проводит. И из этой мы как раз 15% именно для общества охотников. То есть для членов охотников, которые проводят биотехнические мероприятия. Ну и соответственно у нас очень огромные территории общедоступных угодий. То есть эти территории без хозяинов. У нас охотинспекторы это в количестве одной-две штуки в каждом районе. Естественно эти территории просто пустуют. И хотелось бы хотя бы без аукциона, хотя бы по договору, поддержку, чтобы деятельность общественных организаций как-то этот вариант рассмотреть. Да, потому что у нас считают, что по закону, по местному мы в прошлом году увеличили территорию общедоступных угодий. По федеральному закону 20%, у нас 30% и более. А у нас районы, у нас получается, вот два центральных района у меня сегодня возродились. В одном районе у меня 5 тысяч членов охотников. Именно охотничьи членские оболовные билеты. В другом районе 2,5 тысячи. И они сегодня готовы работать в борьбе с браконьерцем, биотехнией. Это целый отряд людей, которые готовы работать. И как же мы их просто так распустить, которые территории 80% от района. Можно же было сделать так, что сейчас по республиканскому закону 30% и более. Можно же 30% оставить, а 70% можно было по договору обществу. Этот вариант можно было бы рассмотреть. Сейчас рассматривается другой вариант отдать определение доли общедоступных угодий на уровень глав регионов. То есть сам губернатор говорит, например, что нам не нужно 20% общедоступных, нам нужно 3% общедоступных, а остальное отдать охотопользователям. Такой законопроект есть, он прошел первое чтение. То, что вы предлагаете, это довольно революционно. И я думаю, что со стороны Минфина будет возражение, потому что какие-никакие деньги от заключения охотхозяйственных соглашений в бюджет поступают. У Минфина есть такая замечательная фраза «выпадающие доходы». И они, конечно, не пойдут на это. Я, конечно, понимаю это. Но в любом случае, все-таки старая школа охотоведения, это же не последние люди же делали. Это и наша вся история. Мы все равно, хоть как-то, вот 209 закон, когда принимался в 2010 году, как бы новинка все это пришла, но со временем мы же потихонечку, к той старой школе же все равно подходим. Я считаю, именно вот сообщества, именно общественные организации охотников, они как были и должны быть. Это первые люди, которые именно на защите. Это не только вот они истребляют, стреляют, а вот именно должны, это те самые люди на охране природы, охране животного мира. Потому что если вот как у нас в нашем регионе получается только 1% общественной организации, то почему я говорю охот-пользователи, а у нас охот-пользователи как работают. Вот они продали лицензию, на этом все. Больше мы этого контроля не видим. Поэтому хотелось бы все равно к обществу подойти. Посетите магазин «Трофей» в Москве на 27-м километре МКАДа. Огромный выбор лодок, удилищ, приманок и всего, что связано с рыбалкой. Большой отдел охоты, колоссальный выбор оружия и ножей. И все, что только можно представить для кемпинга и туризма. Скажите на кассе промо-код «Природа» и получите скидку 15% на свои покупки. Интересно, конечно, название нашей сегодня секции. Управление экономикой или популяциями. В конце только не хватает одного вопроса. Все-таки чем мы занимаемся? Да, в европейской части, как многие сказали, есть варианты создания полноценного практически бизнеса. В Сибири и Дальний Восток, там об этом говорить не приходится, там охота как средство выживания зачастую выступает. Охот-пользователи абсолютно различные. Общественные организации, частные пользователи, государственные, частные партнерства. Сейчас каких только форм нет у пользователей. У каждого задачи свои. Но и животные у нас, те, которым мы пользуемся, тоже разные. Есть кабан, который можно развести на пяточке. 500 гектаров содержать и нормально будет. Пятнистый олень, в принципе, примерно так же разводится и содержится на малых территориях. Но сибирская косуля, допустим, в Красноярских краях на 400 километров мигрирует. То же самое происходит в Оренбурге, в Кургане. Тоже временами происходят определенные миграции. С лосьом в европейской части. Одни охраняют, ухаживают за животными, другие считают их после сезона охоты и получают, как говорили, завышенные плотности и, соответственно, нормативы. О том, что определенные у нас зарегламентации идут еще с периода, на мой взгляд, плановой экономики, когда четко устанавливаются плоты и лимиты, настолько зарегламентированы были, что и сейчас это еще пока сохраняется. Идут постепенно. С 2012 года нормативы пересматриваются. Шаг уменьшается. Минимальный процент изъятия уменьшается. Сейчас те, которые... Инициативы идут от членов Государственной Думы, от общественных объединений, рассматриваются. И, в принципе, есть очень много здравых вещей, которые, надеюсь, в будущем будут реализованы. Поэтому, не знаю. По поводу учетных работ. Что у нас является основным критерием эффективности введения хочу хозяйства на территории, переданной в управление? Говорить о том, что это только деньги? Нет. Налоги? Возможно, да, это один из основных показателей эффективности введения. То есть, насколько эффективно ведется тут деятельность, сколько поступает денег в бюджет. Но это все в любом случае будет только тогда, когда будет на этой территории ресурс и будет грамотно поставлена организация охотничьего хозяйства. То есть, будет использоваться ресурс на этой территории. Наверное, это два ключевых показателя, которые должны будут оцениваться. А то, что у нас система учетов меняется, то, что она поменялась сейчас, это не нормативно проявляют акты. По предложению Минюста и общественности сейчас подготовлены новые проекты методик. Убрав оттуда все вопросы, которые касаются проверки, сбора, что-то госоргана. Но это тоже вопрос такой. То есть, если мы убираем вообще весь порядок, то это не означает, что будет лучше, что будет больше эффективность от этих методик. Поэтому рассматриваться будут эти методики на НТС. Надеюсь, что в ближайшее время соберется. Ну, что технический совет. В том числе с участием представителей сегодняшнего круглого стола. Поэтому рассмотрим, посмотрим. А дальше будем, потому что и система учетов, она также меняется. Сейчас четыре методики, которые можно пользоваться на выборах. Поэтому не знаю. Андрей Алексеевич, можно я тоже прокомментирую? Ну, эмоциональное высказание Татьяны Сергеевны, что удавка и так далее. Ну, я не вижу никакой удавки, честно могу сказать. Если мы посмотрим состояние и положение наших охотпользователей с охотпользователями в других странах, например, североамериканскую модель, я могу сказать, там гораздо все жестче. Там траппер... А вы там работали? Я там был. И изучал их опыт. И траппер, который получает участок в пользование, то есть это промысловик по-нашему, он получает не только участок, но жесткое требование сдать определенное количество пушнины на пушной аукцион. И он не зависит от того, значит, с ним никто не будет даже разговаривать. Если он пришел и вместо 50 бобров сдал 30, он не может их не купить. Оборот пушнины в Канаде, в той же, он имеет практически запрещен. То есть две организации лицензионные, которые могут поставить на аукцион. То есть твое дело добыть пушнину, сдать план, как в Советском Союзе, и дальше уже оценивают. Хорошо ты ведешь охотничьих хозяйств, умеешь ты или не умеешь. Не умеешь, до свидания, следующий заходит. У нас такого, естественно, нет. Что касается того, что у нас нет организации, которая следит за тем, как переданы полномочия исполняются. Но это совсем не так. Да, конечно. У нас есть Росприводнадзор, который, да, действительно по остаточному принципу. Вы, кстати, знаете, сколько они проверок проводили, нет? Результат – это второй. Второй вопрос. Нет. Вы говорите, что нет организации. Она есть. Это раз. Второе. В Минприроды России тоже оценивается. У нас, в соответствии с нашим приказом, есть целевые прогнозные показатели, которые должны достичь органы. И каждый год мы их оцениваем. И результаты эти направляем в Минфин, который занимается финансированием этих органов. Кроме того, Минприроды оценивает те нормативные акты, которые субъекты принимают. В случае каких-то нарушений даются предписания главам субъектов об отмене таких актов. Вы прекрасно это знаете. А что касается… Да, я даже не буду голословным. Вот, пожалуйста, 29-го, 10-го этого года Генпрокуратура пишет, в данном случае мне. В Генпрокуратуре рассмотрена ваша информация о нарушениях в деятельности региональных органов власти при реализации переданных полномочий в области сохранения охотничьих ресурсов. В рамках проведенных территориальными природоохранными прокурорами проверок подтвердились факты нарушения требований законодательства при утверждении лимитов на добычу животных. В частности, длительности сроков их принятия – Иркутской, Тверской области, Чукотской, а также количественных характеристик – Калининградской и Тульской области. В этой связи прокурорами внесены представления руководителям правномоченных органов законодательной власти и так далее. То есть сказать, что у нас все на самотек, так нельзя. Сказать, что у нас есть какая-то удавка, ну, я считаю, что это сильно преувеличено. Сильно преувеличено. Кроме того, вы сами прекрасно знаете, что сейчас та работа, которая у нас совместно с законодателями ведется, она как раз и направлена на то, чтобы максимально упростить работу охотопользователей.